Первый эпизод после наступления нового года подарил нам историю Рарити. Рарити takes Manhattan. Рарити завоевывает Мэйнхэттен. Уже само название серии обыгрывает сразу несколько разнообразных отсылочек. Может быть это к Джейсону, который завоевывает Мэйнхэттен в пятнице 13-е. Может быть это к Маппетен, который завоевывает тот же самый Мэйнхэттен. Может быть еще к каким-то историям. Но, в общем-то, давайте поговорим уже о самой серии. Вышла она за авторством Дэйва Польски и должен сказать, что в этот раз он справился достаточно хорошо. По крайней мере, те обычные ошибки, которые за ним наблюдались, здесь практически полностью отсутствуют. Тем не менее, о плохих вещах мы тоже успеем поговорить, не переживайте. Собственно, сюжет самой серии. Рарити отправляется в Мэйнхэттен, тот город, в который в свое время пытался перебраться Applejack. Для чего? Для участия в неделе моды. То есть она надеется, что перебравшись туда, на вот эту вот, соответственно, неделю, несколько дней, там не очень понятен сам временной отрывок, она сможет красиво выступить, прорекламировать свой товар, показать его лицом, прорекламировать своей Владе. И то, что судьи, как хорошие пони, выберут ее на первое место, выберут ее победительниц. Отправляется она туда в сопровождение основной шестерки и спайка. И отправляются они в том числе для того, чтобы посмотреть мюзикл «Звуки с холмов». А, «Ржание с холмов». Да, пардон. Это отсылочка к мюзиклу и, соответственно, музыкальному фильму «Звуки музыки». Да. Она достала какие-то там суперэксклюзивные билеты, которые иначе никак не достанешь. И, соответственно, говорит, что вот мы там поучаствуем и в неделе моды, и посмотрим город, и заодно вот сходим на такое замечательное мероприятие, куда очень-очень сложно достать билет. Но у меня есть связь. Прибыв уже Майнхэттен, они отправляются на такую своеобразную экскурсию по городу, и мы слышим первую песню в этой серии, которую исполняет, как нетрудно догадаться, как раз-таки Рэйти Голсом Казуми Эванс, канадской актрисы. Весьма приятная песенка, но, конечно, на фоне того, что было в предыдущей серии The Bats, это несколько, ну, более привычный такой музыкальный номер, без какой-либо супер-пупер атмосферы в стиле Эльфмана или кого-либо еще. Что происходит дальше? Она поет, поет, поет. Там Рейнбоу даже отпускает достаточно забавный комментарий на тем того, «Эти чертовы пони устраивают песни по любому поводу, зачем мы вообще идем в какой-то чертов мюзикл» и так далее. Довольно забавная сценка, есть отсылочки во время песни, это отсылки к сериалу «Безумцы» Мэдмен, отсылочка к интернет-культуре и «Грэмпи Кэтмрая», там, «Недовольному котику». Немножко такой момент, который немножко странный реально, и я могу сказать, что реакция фанатов оказалась достаточно неоднозначной на эту вставочку. Ну, в результате она допилась до того, чтобы, да, как лето красное пропело, и в результате оказывается, что время подошло уже идти на само мероприятие на эту неделю моды. Остается у нее 10 минут, она прибегает, забыв платье, платье приезжает, потом помогает портье, которому она давала щедрые чаевые щедрость работает. И, собственно говоря, мы знакомимся с кучей сразу новых персонажей. Это, во-первых, Прим Хэмлайн, собственно, организатор этого мероприятия, озвучивает ее неожиданно здорово Эшли Болл. То есть, представьте, если бы Рейнгу Дэш была такой королевой моды. Да, интересный такой вариант. Потом мы знакомимся с ее старой подругой, это Сури Паламейр. Сури, ее озвучивает Табита Сен-Джермейн. Получаются очень интересные диалоги, когда Сури говорит с Рерити, то есть, как бы, Табита Сен-Джермейн говорит сама с собой. Интересный момент. С Сури, это, как бы, давняя ее знакома, она тоже в модельном бизнесе. И, соответственно, там-ка у них заведется разговор, вот у тебя такие шикарные там платья, может быть, ты мне их покажешь, Рерити показывает платье, там такая шикарная ткань, может быть, ты мне дашь этой ткани. Хорошо, бери, вот тебе огромный рулон, только ниши из нее там ничего такого, прям уж. Ну, в результате, естественно, на следующее утро там Сури представляет полную линейку платьев из этой самой ткани. А еще знакомимся мы с одним персонажем, чуть не забыл, это Коко Памель. Это, естественно, отсылка Коко Шанель, тоже известная такой женщине в индустрии моды и, соответственно, духов. Ее озвучивает Кэти Уэслайк, которая обычно озвучивает Спайка и Мэра по-невельскому. Так вот, неожиданный тоже, несколько голос, несколько неожиданный выбор, потому что там, в общем-то, по сюжету персонаж достаточно молодой и озвучен он очень здорово, на самом деле. Ну, а о Коко Памель мы еще чуть-чуть попозже поговорим, а пока же вот, что стоит отметить. Да, соответственно, Сури, серии Сури, Сури, да, украла дизайн платьев Рерити и представила его первым. То есть теперь то, что представляет Рерити, выглядит уже как бы вторично. Пошила это платье, естественно, не сама Сури, пошила Коко Памель, ну, там, свой такой небольшой сапплот под сюжетик, который идет. И потом мы, как говорится, видим уже Рерити всю в расстроенных чувствах, который бегает в гостиницу, жалуется своим подругам. Вот такая несправедливая судьба, моя щедрость меня подвела. Подруги, естественно, решаются ей помочь, естественно. Естественно, там, быстренько Рерити придумывает из того, что есть под рукой, пошить новую линию одежки. Естественно, тут же подруги впрягается все это шить, и вот тут притаился достаточно хитрый подвох. Дело в том, что Рерити, так как она всегда в взводе, естественно, после всего случившегося, то она достаточно критично высказывается, когда там Rainbow Dash говорит, ну, мы вроде хотели сходить на спектакль, там, все такое. Она говорит, ах, вот вы какие! Я вам тут билеты халявные достаю, а вы в минуту беды меня тут бросайте, бедненькую. Окей. Ну, получается, такая, конечно, сценка вроде бы, где Рерити должна показаться плохой, но на самом деле в ее словах достаточно много логики, и я ее вполне как бы понимаю. Потому что высказывается, ну вот, да, а какие там твои проблемы, мы лучше пойдем повеселимся вечерок. Да, это как-то, ну, не очень красиво звучит уже со стороны Рерити, может быть, стальных девочек. Тем не менее, не дошивает платье, она успешно их демонстрирует, видит, что где же мои подруги, для кого же я все это старалась, выбегает там со сцены, мимо как раз-таки Примхемлайн, мимо как раз-таки организатора, и прибывает в отель, в отелях нет, она думает, что они уже были в Панивилле, она бежит обратно к Примхемлайн, такая немножко как бы, разошлись краями, то что называется. Прибегает и видит, что из дверей офиса выходит Сурри и говорит, что нет, извини, деточка, ты тут не нужна, ты проиграла, и вообще Примхемлайн в плохом настроении, иди-ка отсюда. И тут же из этих же самых дверей выходят ее подруги. Окей, что они там делали, вопрос хороший. Но заканчивается тем, что она перед ними, конечно же, извиняется, отводит их на эксклюзивнейший показ ржания с холмов, и во время этого показа, после его завершения, появляется Коко Памель, который как раз выдает ей кубок за первое место, говорит, что вот тебя на самом деле Сурри обманула, на самом деле ты победительница, и там стоит такая достаточно симпатичная сценка, где Рерити говорит, что намек идет, что теперь Коко станет именно ее помощницей. Практически финал, там единственные два момента, которые тоже обязательно стоит отметить, то, что когда Рерити видит, что ее нет ее подруг, там такая висит как бы защитная лента, она как бы отсвечивает радужным, и глаза у Рерити тоже забираются каким-то радужным светом. И в конце тоже, когда Коко Памель делает ей небольшой подарок, это радужная нить, и эта самая радужная нить тоже в конце серии сверкает. То есть такая отсылочка может быть как раз-таки на те самые Rainbow Power, который коротенький, там такие рекламные, был рекламный ролик, и типа постер. Соответственно, может быть, эта отсылочка как раз к ним, как раз к финалу сезона, может быть, либо может быть еще к каким-то подобным событиям. Причем если о Клыках, там, Флаттершай или там Сумечный Пони, это сложно было сказать, это будет играть дальше роль или не будет, то здесь как бы намек очень жирный. То есть это я очень-очень сильно подозреваю, что в итоге всплывет. Итак, ну, прошелся я по основным событиям. Что здесь было действительно удачного, действительно интересного? Очень интересно выбран, конечно, темп событий. То, что первая часть, ну, где-то треть проходит в достаточно таком спокойном темпе, потом он очень резко возрастает, и как вот этот конфликт, который появляется со стороны Сури. Интересно, в каком плане, что вот этот скачок, он на самом деле вроде бы должен играть негативную роль, но на самом деле он как-то так оживляет серию, действительно становится интересно смотреть за тем, что же будет дальше. Тот переход, который мы видим рейд от вот этой супер-драматизации, там, как ужас. Кстати, отлично сыграно с Абитой Сен-Жермен, отлично сыграно. Вот это вот такое истеричное состояние блестящее. Мы, соответственно, видим, как она переходит к такой властной владычице. Вот вы шьете на меня, так шейте до конца. Некоторые брони даже усмотрели здесь отсылочку к шматье МОВ, Драйс МОВ, такому ролику, где там на нее целая подпольная мексиканская фабрика шила. Здесь у нее свои подруги были запряжены под это делом. Rainbow Dash, например, готовила нить на прялке, неожиданное такое вкрапление ретро-технологии. Ну, там много таких забавных моментиков именно. Польске вообще хорошо всегда получаются, какие-то такие небольшие комедийные моментики, и здесь, в общем-то, они работали как-нибудь странно хорошо. Там, скажем, Пинки Пайп показывает, что, слушай, вот там у тебя же в 2 часа, да, в твое выступление, там вот показывают часики, что 10 минут осталось. Отличный, по-моему, моментик такой был. Ну, и вначале там неплохо разыграно, то есть, мне показалось... Еще один момент, просто я хочу отметить. Дело в том, что очень часто в последних сериях было такое ощущение, что вот вся шестерка большая, вот эта вся команда, она как бы не очень нужна. Особенно это в бетс чувствовалось, где там часть персонажа была практически никак не задействована. В Дэринг Донг, опять же, то есть, там Рэрити была, например, практически чисто для мебели. Окей. Здесь же нет, здесь же команда все-таки показала себя именно как команда, и здесь выглядит как раз естественно, что Рэрити берет их всех с собой, чтобы никто не остался обделенным этим выступлением живым. Ну и да-да-да, частично там может быть даже угадывается такая небольшая отсылка Grand Galloping Gala, когда она демонстрирует эти билеты на этот концерт, как они все сильно обрадованы этим событием и так далее. Хороший моментик такой, то есть, ну, не сказал бы, что самоцитировали, но просто хорошо оформлено. И вообще, как бы, сюжет серии достаточно сильно, на самом деле, напоминает Sweated for Success, одну из лучших серий первого сезона, по структуре, по крайней мере. То есть, есть некое событие, к которому очень-очень сильно готовится Рэрити, она его там почему-то проваливает, ей помогают подруги, и она в результате там испытывает чудесное спасение. Но здесь была, конечно, немножко другая химия, то, что здесь в Sweated for Success конфликт был в первую очередь внутренний, здесь он был и внутренний, за счет как бы Рэрити, который там пытается уже эксплуатировать буквально своих подруг, и внешний, за счет как раз-таки Сури. То есть, мы видим, что практически у каждой пони в команде появляется свой противовес, то есть там Rainbow Dash, Lighting Dust, Twilight, Rixie, Рэрити, вот как раз-таки Сури, в принципе, появилась. Такая уравновешивающая ее, демонстрирующая нещедрость, но наоборот, лживость и зависть там и так далее. То есть, негативные качества как раз-таки. Вообще, интересно так заглянуть, и взглянуть, я еще раз говорю, с позиции Коко Памель. То есть, это персонаж, который очень долго как бы вращался в городе, в самом Мейнхэттене, он не видел вот этого положительного примера, он не видел такого вот образчика для подражания, как Рэрити. И когда она видит появление такой пони, в общем-то, в этом достаточно жестоком мире высокой моды, она цепляется за этот пример. Она говорит, нет, я ушла от Сури, я хочу как бы там пробовать работать сама. И Рэрити как бы предлагает ей такой путь, то есть Рэрити, чтобы получить еще раз приглашение на эксклюзивный на этот распоказ Ржанис Холмов, она договорилась, что пошьет платье для следующей постановки. И, соответственно, Коко Памель теперь будет заниматься этим самым по шуму. Может быть, не очень как бы понятно ее дальнейшем, оплатит ей эту работу, не оплатит ей эту работу, не очень понятно. Но я думаю, что все-таки там как-то это обыгралось бы. Может быть, как раз в фанфиках эта будет тема затронута. Интересные новые персонажи, интересно поданы. Даже Примхем Лайн, которая, в общем-то, показана такой в стиле дьявол носит Прада такой дамы, которая... У нее очень интересный поход, как, кстати, пересмотреть, как она передвигается по сцене. То есть, как будто бывшая модель, например. Здорово это показано. Даже то, что в конце, она в конечном итоге, хотя Рэрити сбежала с представлений и так далее, она выдает все-таки первое место именно ей. То есть, такой некий показатель объективности, который здесь действительно присутствует. Да, она стращает, что вы проиграете, останется только один победитель и так далее. Да, это есть, но это последовательность есть. В ней ощущается это. Хорошо. Множество всяких визуальных находочек. Мейнхэттен ощущается очень живым городом. После Мэйтрополиса, который был совершенно пустым в комиксовом варианте, здесь жизнь действительно бьет ключом. И что очень любопытно, это город земных пони. То есть, очень-очень много простых пони, ни единорогов, ни пегасов, ничего. Правда, авторы, ну, как бы, аниматоры тут благополучно облажались, потому что в одном из кадров можно заметить там единорога окрыленного. Ну, персонаж, который обычно рисует его на фоне в виде единорога, здесь он еще и снабженный крыльями летит куда-то. Окей. Получаются у нас такие вот случайные ликорны. Серия, еще раз говорю, хорошая. Есть один существенный минус, который отметили все, практически все, кто серию смотрел в конечном итоге. Это то, что Twilight Sparkle ее не пускают в такси. Хотя очевидно, что она принцесса, у нее там рок-крылья, она ликорна и так далее, и так далее. Это все видели, ее коронацию. И тем не менее, чувак, который садится, пони, который садится в такси, говорит, ну, извините, милочка, вы лучше найдите свое собственное или что-то в таком духе. Это было очень странно видеть, конечно. Это как Селестия просит, например, там уступить ей место, говорит, слушай, милочка, иди-ка ты куда подальше со своими предъявами. Я просто представляю, что бы дальше с таким интересным человеком, интересным пони, который, сказал бы, подобное, произошло бы. Да. Добро пожаловать на Луну. Парниша. Что ж, ну, может быть, не очень понравится еще отсылочка на Грампикет кому-то, но это маленькая фоновая сценка, там, как бы, так уж сильно на этом не заостряется внимания. Мне показалось довольно забавно, на самом деле. Не очень удачный дизайн, может быть, еще персонажей остальных пони, которые участвуют в конкурсе. Ну, такие немножко плохие УС, как говорится. Ну, а зато мне понравились вот эти нововведения. Коко Памель отличный дизайн. Она очень такая миловидная. Я не знаю, как это иначе определить. Она действительно выглядит мило. Она выглядит мило, выглядит молодо и выглядит довольно интересным персонажем именно для дальнейшего развития. Очень много арта с ней сразу появилось, потому что, ну, брони, как бы, оказались в определенном смысле покорены тем, что они увидели, тем, что они услышали. Потому что такой именно интересный персонаж, о котором можно что-то дополнительно потом будет раскрыть. Посмотрим, посмотрим, посмотрим фанфики. Я думаю, что действительно дожидаются ее. Разные фанфики, да. Пока же остается подвести черту. Да, это, пожалуй, лучшая серия от Дэйва Пульски, какая только была на данный момент. То есть, Дэринг Донт однозначно превзойдена. Предыдущие работы также, на мой взгляд, тоже, включая Keep Calm и Flatron. Мне очень понравилась. Мне очень понравилась серия. Я не могу сказать, что это, о господи, 10 из 10 и так далее. Но вот так вот по ощущениям, это близко к Sweet at 4.7. Я бы поставил где-то 4.5, наверное. 4.5 из 5. Потому что все-таки мне понравилась песенка, несмотря на то, что она такая вроде бы несловатая. И щедрость это щедрость, и щедрость это замечательно. Такой примет смысл. Но, как бы, и показано, что Большой Город может действительно что-то тебе дать. Потому что у него разные пони. Но в то же время не надо быть, как бы, чрезмерно щедрой. Твоя чрезмерная щедрость может тебе, как говорится, укусить за зад еще весьма неслабо. Хороший эпизод. Могу лишь порекомендовать к пересмотру. Если же говорить о следующей неделе, то нас ожидает, спойлер, спойлер, серия о Pinkie Pie, Pinkie Apple Pie. Посмотрим, что она нам принесет. Как минимум, уже известно, что это будет достаточно удачная песня. Вторая серия подряд у нас будет с песней. Отлично. И надеемся на очень интересное взаимодействие Pinkie Pie с семейством Apple. Пока же все.